Добрый день. Сегодня на православном портале Экзегет мы начинаем цикл таких бесед, лекций, которые можно назвать таким библейским выражением «От Дана до Версавии». Дело в том, что когда Господь в ветхозаветные времена хотел обратиться ко всему населению, без исключения Израиля, всему населению 12 колен, богоизбранному народу, он выражал это, и это достаточно часто несколько раз, по крайней мере, встречается в Священном Писании, такими словами «Слушай, Израиль, от Дана до Версавии». Этими словами обозначалась географическая полнота расселения 12 колен Израилевых. Дан являлся самой северной точкой этого расселения, этих уделов, этих государств, 12 колен. А Версавия, сейчас более известный как Бершева, город, который находился фактически уже в пустыне Арат на самом юге, и означал собой южную границу государства, ну, если, конечно, не брать дальнейшие пустынные районы, которые тянутся до самого Красного моря, до Элата, которые, строго говоря, именно в земли 12 колен не входили, но просто в какие-то моменты присоединялись наиболее удачливыми правителями, такими как Соломон, к числу прочих земель Ветхозаветного государства, Ветхозаветного царства. И сейчас, когда, в общем-то, многие лишены возможностей из-за того, что сейчас происходит в мире, отправиться в паломничество, в путешествие на Святую Землю, поклониться ее святыням, мы, обращаясь к Священному Писанию, обращаемся своими мыслями и к той земле, где происходило большинство из событий, описанных в Священном Писании Ветхого и Нового Завета. Сейчас мы можем с вами как бы совершить такое мысленное, духовное паломничество на Святую Землю, посетить всю полноту с этой земли, пройти мысленными стопами от Дана до Версави, от самых северных границ этого древнего государства до самых южных его пределов, посетить со Священным Писанием в наших мыслях, в наших руках, в нашем сердце, для того, чтобы, может быть, еще более явно, еще более определенно запечатлелось в нашей душе Священное Писание не только как строки на бумаге, не только как просвещающие душу Слово Божие, но и как впечатление самого разного рода. В том числе, конечно, очень полезно бывает, когда чтение Священного Писания соединяется с какими-то воспоминаниями, которые дарят нам органы чувств, зрения, когда мы можем мысленно представить себе те места, в которых мы были, которые мы видели, ну и о которых хотя бы мы сейчас можем с вами услышать и рассказать. Поэтому, наверное, вот это с вами такое вот путешествие, это странствование, паломничество в виде бесед о Священном Писании, бесед о библейской археологии, бесед о Святой Земле. Мы с вами как раз-таки начнем с самых северных пределов. Слушай, Израиль от Дана до Версавии, вот как раз с Дана, с самой северной границы, я и предлагаю сейчас начать это наше путешествие. К сожалению, даже в те времена, когда это было возможно, паломники достаточно редко добирались до вот этих самых северных пределов бывшего ветхозаветного государства. Чаще всего путешествие паломническое заканчивалось на берегах Галилейского озера, которое, конечно, особенно драгоценна всем православным христианам, поскольку именно на его берегах прозвучала и спасительная проповедь Христова, и было совершено столько чудес и столько явлений и при жизни Христовой, и по его воскресенье совершилось на берегах этого Галилейского озера. Поэтому наши паломники с любовью посещают святые места Тверии, Иордан, где они совершают священное омовение, посещают Капернаум библейский, который называется в Священном Писании даже относительно тесной связи с Христом Спасителем, его городом, то есть городом Христа. Но, к сожалению, на этом продвижение на север большинства паломнических групп и завершается. Мне, честно говоря, это всегда как-то было очень так досадно, и я старался людей, у которых было такое желание, призволение, в то время, когда сам сопровождал паломников в путешествии, ну, всегда привозить вот в эту северную, особенно прекрасную, на мой взгляд, и наполненную очень важными священными такими воспоминаниями часть страны. Эта северная часть, она находится уже практически на границе с Сирией и Ливаном. Это как такой вот мыс, который врезается на севере между границами двумя этих сопредельных государств, почему еще иногда называют эту местность, называют голландский палец, потому что он как бы так вот обращен вверх, на север, и является таким довольно узким коридором вдоль верхнего течения реки Ордан. Почему еще так драгоценно для христиан, на мой взгляд, посещение именно этих мест? Потому что это как раз-таки место истока Ордана. Отсюда священная река берет свое начало с предгории, такой горной цепи, которая называется Антеливан, и к которой относятся священные горы Ермона или Хермона. Ермон – это такое всегда почитаемое тоже на самом деле свет хвозавета место на Святой Земле. Это гора, которая тоже овеяна множеством священных воспоминаний, ну и имеет свое драгоценное достоинство хотя бы потому, что именно ее высокие вершины, пики питают своими снегами, своими ледниками реку Иордан. Именно здесь начинаются три самых крупных ручья потока. Дан, Сниир и Хермон, которые вот вытекают отсюда, и в какой-то момент уже ближе к болотистому озеру Хула они сливаются в одно целое и уже дальше текут до самого Галилейского озера одним руслом Библейского Иордана. И вот именно в этих местах расположен тот самый город Дан, о котором мы с вами поминали. Если ехать по шоссе номер 90, который с собой пронзает всю страну с севера на юг и не доезжая ливанской границы свернуть с него на шоссе 99, то скоро достаточно времени начнутся уже вот эти вот предгория Ермона, и по указателю можно будет свернуть в место, которое сейчас называется Тель-Дан. Когда-то это был очень древний город, принадлежавший к местному ханаанскому населению. Назывался он в священном писании, по крайней мере, он упоминается то как Лаис, то как Ласем. И это один из вот таких вот древнейших укрепленных городов вообще всего региона. Там до сих пор можно, если побродить по его раскопкам, увидеть сохранившиеся ворота 18 века до Рождества Христова. Они имеют форму такого туннеля глубокого, достаточно узкого, полностью обложенный камнем, и в форме как бы выглядят такого как бы яйца. Да, подобные же ворота сохранились в древнем Ашкелоне. Но, как уже было сказано, город этот в те времена назывался Лаис или Ласем. Под таким именем он упоминается и в древнеегипетских документах. Мы знаем, что Египет всегда считал священную землю Палестины зоной своих непосредственных стратегических интересов. И здесь долгое время находились и его войска, и его правители. И население платило дань египетским фараонам. И поэтому вот как раз-таки целый ряд древнеегипетских памятников сохраняет записи о вот этих вот древних городах, к числу которых относится и будущий Тельдан. А переименование его в Тельдан произошло в намного более позднее время, в период, который описан в книге Судей. Дело в том, что во время раздела завоеванной землеобетованной между 12 коленами Израиля, колену Дана в том числе выпали территории, которые лежали на юге вдоль границы с Египтом и в долине Саронской, как она называется в священном писании, вдоль Средиземного моря. Но в то время здесь сыновья Колена Данова встретили очень такое яростное сопротивление Амареев и впоследствии Челестимлян. Там были укрепленные города, там были боевые колесницы, там было железо. И, к сожалению, сыновьям Колена Дана не довелось отвоевать себе те земли, которые были даны Иисусом Навинным им в удел. Тогда, страдая от такой как бы неполноты выпавшего им участка страны, участка земли, они начали искать себе какое-то другое место поселения, которое можно было бы отвоевать с большей легкостью, чем те города, которые были даны им в удел изначально. Вот в этих поисках отряды Данитов, сыновей Дана, приходят в горы Ефрема, останавливаются в доме некого Михи, как об этом повествует книга Судей, и здесь встречают молодого Левита, который в доме этого Михи жил. И они начинают спрашивать у него благословения на свой поход, на то, чтобы отправиться в завоевательное путешествие, которое принесло бы им тоже часть земель среди прочих уделов колен Израиля. И этот молодой Левит, который являлся таким, что ли, домашним священником, богатого землевладельца Михи, жил у него в доме, пользуясь его милостями, и совершая для него какие-то служения такие, он очень так горячо поддерживает это их начинание, благословляет их в путь. Они отправляются на север, доходят до этого сам в город Лаис, и находят этот город занятым седонским, то есть таким как бы вот тоже сиро-финикийским населением, небольшое количество людей, которые, в общем-то, не отличались особенной воинственностью, которые давно утратили связь со своей митрополией, седоном, который мог бы оказать им поддержку. Ну, забрались достаточно далеко от побережья, где обычно и жили, собственно, Тири, Неседонини и вот эти прочие жители этих городов сиро-финикийских, которые в основном, собственно, и промышляли торговлей, поэтому большинство их, как раз-таки, поселений всегда были размещены вдоль побережья, поскольку морская торговля, порты, корабли, это было то, чем они жили, то, чем они в основном существовали. И найдя этих людей, в общем-то, незащищенными, достаточно беспечными, успокоенными в этом, казалось бы, таком медвежьем, самым крайним северном углу земли 12 колен, они поняли, что те являются легкой добычей. Отряд из 600 донитов напал на город Лаис, уничтожил его население, подчинил его себе и переименовал город в Дан по имени, как говорится в священном писании, отца их. И вот с тех пор эти самые воинственные дониты поселились здесь, хотя, в общем-то, эта область относилась к колену Нефалима, ну, вот у Дана появился здесь свой участок земли, которым они удовлетворились, которым они, в общем-то, восполнили ту неполноту, которая так их беспокоила, тревожила и не давала им обрести покой среди прочих 12 колен Израилевых. После этого они возвращаются в дом Михи, и Левита, который так удачно благословил их на это путешествие, они приглашают с собой для того, чтобы он отправился с ними в их новую столицу. Миха пытается этому воспрепятствовать, поскольку ему очень выгодно присутствие в его доме Левита, но, тем не менее, они уводят его с собой, и Мих ничего не может противопоставить этим вооруженным и достаточно агрессивным людям. Ну, надо сказать, что Левит и еще и в доме Михи, судя по всему, занимался явно, так сказать, служением не того рода, которое было предписано установлениями Моисея, и, в общем-то, скорее был вот таким служителем до вере. Об этом свидетельствует тот набор священных предметов, которые он с собой берет. Он с собой берет свой льняной ейфот, это как раз-таки священническая одежда, которая была облагословлена священнослужителем для совершения священнослужения, и в то же время он берет террафимов. Что такое террафимы? Это, в общем-то, такие домашние башки. Зачастую это вообще связано было с культом предков, то, что впоследствии у греков римлян называлось пенатами или ларами. Мы до сих пор не вполне хорошо понимая смысл этих слов, вслед за нашими предками 19 века, говорим, что отправляемся в свои пенаты, или тот или иной человек отправился в свои пенаты. И у нас, так сказать, с легкой руки наших классиков пенаты – это какое-то свое имение, ну или хотя бы просто дача, какой-то загородный дом. Так мы привыкли воспринимать это выражение. На самом деле, пенаты – это древние римские божества, хранители дома. Традиция очень давняя, очень древняя, которая восходит, на самом деле, к таким достаточно еще жестоким культом древности, когда, например, голова предка дома, она отделялась от тела, тело захоранивалось, а голова хранилась в доме в качестве вот такого вот защитника своих потомков. При раскопках древнего города Иерихон был обнаружен целый вот слой определенного вот достаточно древнего времени существования Иерихона, который как раз-таки характерен тем, что в домах хранились вот такие головы, зачастую обмазанные глиной. Те же самые Терафим или Идолы увозят с собой и дочь Лавана, отправляясь в свое путешествие вместе с замужеством, совершаемое вместе своим мужем Иаковым, да, и прячет их под седло верблюда. И Лаван настолько дорожит этими своими домашними идолами, что спешит вдогонку и пытается у Рахили и у своих дочерей, которые вышли из его дома, вернуть обратно этих самых своих вот Терафимов, этих своих домашних башков, идолов, которые Рахиль везла с собой. Ну, в отношении Рахили есть разные объяснения этому. Одно говорит о том, что она очень тоже дорожила своими вот этими домашними богами, своими предками, не хотела терять связь с предками, поэтому везла их с собой, и хотела дать своему дому, новому дому, древнюю силу своих предков, это одно из объяснений, а другое объяснение говорит о том, что она жалела своего отца, который жил в этом хоранском окружении среди идолопоклонников, поэтому хотела лишить его этих идолов, увезти их с собой, для того, чтобы он больше не совершал им вот этого запрещенного богом поклонения. Ну, к сожалению, в отношении Дана и Левита, который отправился с ними, здесь уже такого количества разночтений быть не может, и надо сказать, что здесь уже было в Дане заложено начало того самого двоеверия, которое впоследствии было так для этого города характерно, и служение Богу истинному здесь таким достаточно преступным, невежественным образом смешивалось с какими-то древними, давними и культами, культами домашними, культами домашних божеств, ну, а впоследствии, как мы знаем, город Тель-Дан, город Дан прославился еще и тем, что здесь был поставлен тот самый золотой телец, о котором мы уже однажды говорили, и поклонению которому пытался склонить население десяти колен Израилев, Израилевых Северного Царства, мятежный царь Иераваам, разделивший единое царство на Израиль и Иудею. И вот это святилище золотого тельца, оно очень долго сохранялось в городе Тель-Дан, и впоследствии даже это место так и называлось и сохранилось даже до сих пор обнаружено там при раскопках табличка, на которой было написано, что это посвящение тому богу, который находится в Дане. Ну, как мы уже как-то говорили, это, вероятно, было разновидностью почитанием Ваала или кого-то из таких подобных божеств, соединявших в себе черты и человека, и быка, и которые выражали вот этот древний скотологический культ, в котором бык играл роль вот такого олицетворения такой божественной силы. И уже даже после того, как Дан был завоеван сначала сирийским царем Винодадом, а затем ассирийским царем Теглат-Паласаром II, тем не менее, даже находясь в известном запустении, Дан продолжает привлекать паломников, там до сих пор сохраняется этот культовый центр, там продолжается служение вот этому обожествленному быку, так что даже иногда в священном писании встречается древнее название горы Ермон, как Ваал Ермон, то есть видимо на вот этих вершинах Ермона священной горы продолжали совершаться вот эти вот культы, о которых говорится, что Израиль продолжал совершать свое сужение на высотах, вот как раз такие вершины Ермона, надо сказать, они вот в этой части не столь высоки, как в основной части Антеливана, где-то там высота примерно самой высокой горы составляет чуть больше двух километров, 224 метра, ну, а часть вершин еще ниже, это как бы не одна вершина, а такая система из нескольких вершин, к числу, кстати говоря, этих вершин относится и гора Бетарим, которая тоже очень важна для вообще истории Ветхого Завета и вообще, можно сказать, истории всего человечества, священной истории человечества, на этой горе Бетарим, которая тоже находится недалеко от Дана совершилось очень важное богоявление Аврааму. Здесь Авраам заключил с Богом свой завет. Это произошло еще до того, как был рожден его сын Исаак и даже до того, как был рожден его сын Исмаил, рожденный Атагарий. Авраам, будучи уже стар, он нуждался вот в этом подкреплении от Бога. Уверение от Бога в том, что его имя не будет забыто, что его потомство сохранит его имя, сохранит его веру в последующие века. И вот как раз-таки, когда он прибывает и путешествует там, находится в предкуре Хермона на горе Бетарим, Господь обращается к нему, еще раз подтверждает ему свое обетование, велитому выйти из своего шатра, посмотреть на небо. Звезды на этом темном восточном небе крупные, яркие, их много, небо чистое. И Господь говорит, что вот как умножилось число звезд небесных, так умножится и твое потомство. Об этом говорит 15 глава книги Бытия. Она же повествует о том, что здесь Авраам совершает свою жертву. на склонах этой горы недалеко от своего шатра он раскладывает принесенные им в жертву телиц и птиц, заповеданных Богом, козлов, которых он рассекает и раскладывает, принося их в жертву, а ожидая, так сказать, богоявления, богооткровения, от этих жертв отгоняет птиц и в этот момент, как говорится в Священном Писании, при захождении солнца крепкий сон напал на Авраама и вот напал на него ужас и мрак великий и сказал Господь Аврааму, знай, что потомки твои будут пришельцами в землении своей и поработят их и будут угнетать их четыреста лет но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении после сего они выйдут с большим имуществом а ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости доброй вот хотя в Священном Писании не говорится конкретно о том где и было именно место где совершилось вот это приношение Авраама но священное предание древности указывает как раз таки это место вот здесь на горе Бетарим являющейся одной из вершин Ермонской горы но вообще Ермон в Священном Писании тоже упоминается неоднократно мы с вами помним псаломское восклицание царя пророка Давида о том что Фавор и Ермон о имени возрадуется но действительно мы знаем что и Господь посещал это святое место посещал вот эту гору Ермон бывал здесь в одни своей земной жизни и мы обязательно в следующем нашем повествовании в следующем нашем рассказе коснемся обстоятельств того как Господь посещал эти места что же касается вот этого города Дан о котором сейчас ведется наш рассказ то надо сказать что дальнейшая история в основном была связана уже не столько с израильским населением сколько с присутствием там эллинов греков там был один из таких тоже культовых центров эллинистической древней Палестины туда тоже ходили на поклонение но на этот раз уже эллины и это место уже так сказать обрелу некую связь с культом бога Пана о чем мы тоже надеюсь расскажем в следующей нашей беседе посвященной тем же местам но немного так сказать расположенным в стороне от собственно Тальдана сейчас в 20 веке это место было раскопано можно его посетить место это необычайно живописное оно может быть не соединяет сейчас в себе каких-то вот таких именно священных религий каких-то вот таких воспоминаний связанных с христианской историей ну или с какими-то святынями Ветхого Завета к сожалению Тальдан как мы видим больше прославился в таком несколько печальном отношении как такой центр двоеверия как центр отступления от Бога истинного но тем не менее не будем забывать что это действительно еще и одно из таких священных мест связанных с тем что отсюда начинает свой путь святая река Иордан это делает местность невероятно живописной там очень такой бурный поток который причудливо растекается по склонам горы вызывая бурный такой рост растительности очень такой живописный там очень хорошо в общем-то посещать эти места в особенности когда жарко и вот там очень много такой тенистой прохлады которые дают эти бурно разросшиеся леса на склонах Ермона и вот эти вот потоки которые просто образуют такую причудливую сетку из быстро текущих ручьев раскопанное место святилища поскольку оно никогда не было забыто а его местоположение указывает например Осип Флавий очень точно его определяет вот этот холм на котором стояло святилище золотого тельца во времена могущества города Дана сейчас там построена такая конструкция которая как бы воспроизводит древний жертвенник с четырьмя рогами сохранились массивные каменные плиты которые служили основанием этого священного места точно также растут высокие дубы которые как и в древности тоже раньше являлись вот этими священными дубравами осенявшими в особенности такие значимые для языческих культов места и раскопан вот этот частично город Дан причем несколько его частей и та самая древняя часть где сохранились как я говорил ворота 18 века до Рождества Христова и более поздняя которая показывает город Дан в то время когда им правили цари вот уже вот этих династий северного царства Ахав Амри очень примечательно то что там сохранились древние ворота ведущие в этот город и у этих ворот видны седалища которые указывают на очень древние обычаи когда царь вместе со старейшинами своего города выходил за пределы городских стен и садился прямо перед воротами своего города любой человек у которого было какое-то дело к царю или к старейшинам мог прийти к воротам города и попросить у царя суда и царь или вот это избранное общество они во вратах города выносили свой суд и этот суд уже считался ну так сказать в каком-то смысле судом последней инстанции это было очень важным таким обычаем почему книга притч и убеждает не притеснять совершая суд во вратах не притеснять так сказать обездольных книга второзакония тоже говорит о том что если кого-то обвиняют в том что он не сохранил либо своего девства до супружества либо не сохранил чистоты супружества но впал в измену то это тоже так сказать решение должно приниматься старейшинами по поводу каждого из этих приступивших должно приниматься старейшинами во вратах также в священном писании встречается выражение что такой-то или такой-то был известен у городских врат то есть входил в число вот этих самых старейшин входил в число уважаемых в городе людей ну и в общем-то для объяснения этой роли городских ворот для того чтобы понять почему именно так это было на самом деле мы можем просто себе хотя бы представить что вообще из себя изображали представляли вот эти древние города ведь это были такие достаточно небольшие по площади на самом деле места ограниченные стеной с очень узкими улочками с тесно прилепленными друг к другу домами так что с крыши одного дома легко можно было перепрыгнуть на крышу другого и как это до сих пор на самом деле существует даже в старом городе Иерусалима можно часть своего путешествия по городу совершить просто не спускаясь вниз переходя с крыши на крышу вот это было весьма характерно как раз таки для вот этих древних городов вот эта скученность теснота и поэтому на самом деле пространство на котором проходила вот такая городская жизнь оно как раз таки находилось прямо у городских ворот здесь как правило проходили ярмарки и торговля здесь целый день зачастую проводили старейшины здесь учили приходившие в город какие-то учителя веры произносили свои учения проповеди здесь зачастую сидел и сам царь интересно вот тоже об этом повествуется в книге царств когда там пророки пророчествуют перед двумя царями сидящими во вратах города Самарии вот а пророк Михей например да вот он как раз таки обличает этих пророков и говорит о том что они будут прельщать царя для того чтобы начать неблагословленный богом завоевательский поход и или например когда пророк Елисей предсказывает о том что завтра в этот день мера пшеницы в городских воротах будет стоить столько-то и столько-то да почему в городских воротах потому что в городских ворот совершались как раз таки вот эти торговые операции торговля шла именно вот у ворот этих древних городов поскольку внутри самих городов для этого просто не оставалось места это уже известная знакомая нам римская система строения городов отличается вот такой широкой центральной торговой улицей по каждой стороне которой расположены торговые лавки и обязательно наличием форума то есть площади на которой происходят все самые важнейшие городские события и на которых тоже возможно совершение каких-то торговых и прочих дел выступление глашатаев в древних городах таких как Тельдан это совершалось перед городскими вратами и вот именно эти городские ворота и вот эти седалища старейшин седалища царя можно видеть на этих любопытных раскопках сохранивших нам вот такие драгоценные черты ветхозаветные древности ну вот это то что можно вкратце рассказать о городе Дан который сейчас называется Тель Дан Тель это такая достаточно часто встречающаяся приставка которая подразумевает собой рукотворный холм на которых как правило строились эти ветхозаветные города сейчас здесь расположен национальный парк можно купить билет для посещения этого места и с одной стороны насладиться и вот этими свежими потоками струями истока иордана с одной стороны и с другой стороны как-то обойти и осмотреть сохранившиеся археологические раскопки достопримечательности на вот этом самом северном и таком весьма примечательном истории священного писания Ветхого Завета месте современного государства Израиля Внеси свой вклад Оцени Подпишись И поделись этим видео Продолжение следует...